Раньше, пока вы не знали этого урока, вы понимали о том, что у мужчины с этим может быть проблема? Нет. Мы даже на это не обращали внимания. Мы были не в курсе об этом. Вы понимаете, в чем причина? Поэтому часто мы подходим к браку, к вопросу брака, на самом деле, имея какое-то свое представление, предпочтение, понимание о браке, но на самом деле, в принципе, к счастливому браку, это по большому счету никакого отношения не имеет, к сожалению. Хорошо, ты нас удивилась. Что сказали тебе? Ну, я с подружками делилась. И не сказали тебе, что ты староводная? Нет. Они сказали, что интересная информация, мы с ними еще книгу нашли, теперь все вместе читаем. Отлично. Кто еще делился? Какие мысли? Какая реакция? Так. Сейчас, сейчас, Владис, просто извини. Да. Ну, я делилась с сестрой двоюродной, но она согласна. Согласилась? Да. Ну, человек что-то понимать начинает уже. Да, Костю. Я делился с сестрой и другом. С сестрой делился, она сказала, ну, с женой замужем, но она сказала, ну, в принципе, так, но она не согласна. А что с другом делился, я согласна тем, что психология. Разная. Она считает, что одинаково? Да, одинаково, ну, типа, надо менять. То есть, а сколько она женатая, замужем, если не секрет? Замужем 4 года. 4 года, еще будет менять, ну, поскольку. А с другом делился, он сказал, что, да, ну, не надо менять. Не стоит, да. Не стоит. Давайте я вам расскажу такую тонкость, одну очень интересную. Это, в принципе, здесь, на этом курсе, мы обычно не берем, это на семейном курсе больше объясняем. Но я объясню, почему я задал вопрос, сколько женатая, ну, сколько она замужем. Смотрите, заходите. Человек. Итак, смотрите, давайте я расскажу. В каждой семейной жизни есть определенные этапы. И если к этим этапам не приготовиться, то где-то, 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 могут быть, скажем так, могут быть проблемы. И вот одна из проблем, которых, возможно, придется встретиться, о ком ты говорил, возможно. Смотрите, первый кризис, называется кризис первый кризис. Это кризис медового месяца. Медовый месяц. Сейчас я объясню, в чем суть этого кризиса. Это не урок, это я просто так, дополнительно. Второй кризис, это кризис первого года, первый год. Третий кризис, это кризис 5-7 лет. Четвертый кризис семейной жизни, это примерно 10-15 лет. И пятый кризис, это кризис 20-25 лет. Так вот, смотрите, вот в чем секрет. Медовый месяц, в чем его основная особенность? Основная особенность о том, что люди очень много ждут от медового месяца. В основном они чего ждут? Они ждут вот этой встречи и единения с человеком своей мечты. И в основном медовый месяц почему не получается? Не потому, что там какие-то конфликты или проблемы происходят. Хотя, ну, бывает такое, за редким исключением. В основном они вдруг, у них происходит шок от того, что этот человек не настолько, то есть в каких-то моментах он или она не настолько прям вот идеальный, как они себе это представляли. Вот, и из-за этого у них происходит такое первое, знаете, такое какое-то непонимание небольшое. Затем первый год, это четкое осознание и понимание, это тот урок, к которому ты говоришь, твоя сестра уже пришла, что надо менять. То есть к первому году два человека, муж приходит к четкому пониманию, она не такая идеальная, как я себе считал, но ничего, я над ней поработаю. То есть я ее поменяю. То же самое она приходит к выводу, ага, он не такой, как я себе мечтала, но ничего, я над ним поработаю. И это длится до периода 5-7 лет. К 5-7 годам оба приходят к выводу о том, что, слушай, это бесполезная затея. То есть они приходят к четкому пониманию. Как правило, вот особенно 5-7 лет, это очень такой кризисный период в семье, потому что если в этот период они разочаруются в том, что оказывается, во-первых, они не такие идеальные, как они себе хотели или представляли, раз. Второе, они понимают, что ничего не получится поменять, и если люди, например, они теряют надежду на будущее, то, как правило, вот здесь очень много происходит разводов. Самый кризисный, это вот первый год, 5-7 лет. 10-15 лет, это когда здесь человек говорит, да, я его не изменю, но попробую жить с ним таким. К 10-15 годам у этого человека внутри все выгорает. Вот есть кто-то здесь, кто уже прошел через развод? Сколько вы прожили вместе? 10. 10 лет. То есть к тому моменту вы уже поняли, просто чувств нет. В общем, я выгорела столько. Чувств нету. В этот момент, просто есть рядом человек, вы живете с ним, как бы, потому что он, как бы, а кто если не он, или не она, но внутри вы понимаете, что у вас ничего нет. Почему? Потому что все эти 10 лет вы упорно, упорно пытались менять. А потом вы уже перестали менять, но уже стало все равно. Вот. Это такой вот кризис 10-15 лет. А кризис 20-25 лет. В чем его особенность, в чем его, как говорится, фишка? Фишка заключается в том, что... Мужчины чаще в этом возрасте. Чаще в этом возрасте, да, мужчины, но не только мужчины, на самом деле. Ну, бывают чаще. В чем особенность ему? Особенность такая, что, как правило, в парах появляются дети 2-3-4 года. Правильно? Ну, где-то в этом среднем, средний такой вот... То есть на втором-третьем году семейной жизни обычно принимают решение родить ребенка. Правильно? Так это происходит примерно. Второй, третий, четвертый год. В 20-25 годах этому ребенку, как правило, от 20 до 23 лет. В это время что обычно делают? Выходят замуж и женятся. И вот представьте себе, уходят дети из семьи и остаются 2 человека, которые прошли эти кризисы, но друг друга они вообще ничего не знают. Они не друзья. Они просто 2, ну, скажем так, 2 человека, соседа, 2 соседа. 2 соседа, которые живут в одной квартире, которых чувств никаких нет, ничего общего нет. И вот именно по этой причине часто вот семьи тоже распадаются и в этом возрасте. То есть вот такие вот кризисные периоды. Как это можно устранить? Это можно устранить, если все же правильно подготовиться, понять, осознать и действительно, как ни странно, работать действительно над собой. Знаете, вот мы с женой сейчас у нас 15 лет и мы работаем над тем, что я понимаю, пройдет еще там 5, 7, 6, 10 лет. Может быть и ребенок не будет в нашей семье настолько, заходите, заходите, настолько близко, активно. Поэтому самым лучшим другом, многие мамы делают ошибки, знаете, они все, слышали кто-то, я всю себя посвятила детям. И вот такие мамы, как правило, они не могут отпустить детей, они не могут согласиться с той идеей о том, что дочка выйдет замуж или сын женится. Они не могут согласиться с той идеей, почему? Потому что рушится весь их мир. То есть самый близкий их друг уходит. И вот когда самый близкий друг уходит, они его не хотят отпускать. А в семье на самом деле самым близким другом должен быть не ребенок, а муж или жена. Такая вот вещь. Правда говорю? Скажите. Сталкивались, да, с такими вещами? Итак, хорошо. Сегодняшний урок. Сегодня еще более интересный урок. Сегодня мы с вами попробуем соединить такие два момента, как психология и семья. Попробуем с вами соединить. А еще мы это дело все нанизаем, на такой момент, как мужчины и женщины. Отсюда название нашего сегодняшнего урока, как роли супругов в семье. Роли супругов в семье. Возможно, вы сейчас скажете, но мы же еще не в семье. А может быть кто-то из вас еще, вы проходите так, знаете, чисто пристрелочный такой прохождение учебного курса анатомия брака. То есть вы где-то вот в будущем планируете когда-нибудь выйти замуж или жениться. Я вам хочу сказать, вы как раз в нужное время попали. Потому что если вы уже планируете жениться, у вас уже проблема. Если вы этот урок не слышали. Поэтому этот урок нужно слушать задолго до того, как у вас возникнет идея на ком-то жениться или за кого-то выйти замуж. Почему? Ну, наверное, сегодня этот урок вам покажут. Концент об этом поговорили. Поехали. Итак, в театре жизни приходится исполнять разные роли и примерять разные маски. Но самая сложная роль это быть собой везде и во всем. Почему мы решили вот такой вот эпиграф использовать? Почему называется так урок? Когда мы впервые проводили этот урок, я искал роли супруга в семье. И знаете, у нас там была девушка одна такая, она креативная, творческая личность. Она говорит, роли, мне так не нравится это слово. Роль это значит, я играю какую-то роль, я играю, знаете, вот как киноактер, как будто что-то такое неестественное. Вы знаете, я вот ее слушал, слушал. Вначале, конечно, первое мне хотелось ее перебить, но я думаю, ну ладно, дослушаю до конца. Дослушал, и вы знаете, когда она закончила, я еще больше убедился в этом названии. Почему? Объясню вам, дорогие друзья. Дело в том, что если мы с вами войдем в семейные взаимоотношения, такие, какие мы есть до брака, у нас проблемы. Давайте объясню вам одну вещь. Хороший актер, кто-то видел из вас, кто может назвать хороших актеров или актрис? Имена разные, можете назвать? Дензел Вашингтон. Дензел Вашингтон, дальше кто еще? Софи Лорен. Джонни Депп, что? Софи Лорен. Уилл Смит. Уилл Смит. То есть, хорошие актеры. Чем они хороши? Почему они хорошие актеры, скажите мне? Потому что они много денег платят? Хорошо вживаются в роль. Хорошо умеют вживаться в роль. А кто мне скажет, что необходимо для того, чтобы вживаться в роль? Без чего это было бы для них тоже невозможно, в принципе? Нужно пережить сценарий. Да, сценарий. А задолго до этого что нужно сделать? Процессы. Нужно получить хорошую подготовку. Вы в курсе? То есть, как бы вам объяснить, поймите, есть такой очень интересный тренинг, если кто-то из вас сталкивался когда-нибудь с дикторством, они иногда скороговорки говорят, там, кушонку купила капюшонка, кушонок в капюшоне был смешон и так далее. Что они делают? А вы думаете, что, они на экране будут говорить скороговорки? Нет. Что они делают? Они разрабатывают, то есть, они подготавливают свой речевой аппарат. А актеры или актрисы, они подготавливаются, то есть, они для того, чтобы вжиться в роль, они готовят, то есть, готовят базу какую-то. Понимаете, да? Базук. Так вот, для того, чтобы, друзья, мы смогли хорошо, действительно, не сыграть, а прожить эту роль, почему мы называем этих актеров хорошими? Потому что они не сыграли, они прожили эту роль. То есть, вы верите. Всегда задаю такой простой вопрос. Кто из вас плакал, когда Леонардо Ди Каприо тонул? Все плакали. Ну, он же не тонул, но как сыграл? Правда? Он сыграл так, как будто все поверили, что он утонул. В этом и есть. Он прожил эту роль, не сыграл, а прожил. Так вот, каждый из нас, нам необходимо прожить эти роли. А для того, чтобы проживать эти роли в семье, для этого себя необходимо к ним что? Подготовить. Потому что, если вы сегодня только о них узнаете, и вы попробуете, зная о них, вы попробуете сыграть эту роль в семье. Знаете, ну, когда-то сказал этот самый, по-моему, кто, Немирович Данченко или кто-то сказал, говорит, не верю. Станислав говорит, не верю. Вот так будет то же самое в семье. Просто будет не верю. А если это будет не верю, то семьи у вас не получится построить. Итак, слово роль обозначает некий образ, который нужно нести человеку. Мы привыкли к пониманию роли как части лицедейства, когда кто-то берет несвойственную его функцию и правдоподобно ведет себя в ней. Мы называем таких людей актерами, правда? Мы уже об этом говорили. Но это когда человек действительно берет на себя несвойственную ему функцию или же образ, которым он сам внутренне не является в реальной жизни. Ну, предположим, предположим. У меня такой вопрос. Кто из вас смотрел фильм Стар, еще 77-го года, служебный роман? Мерко, помните, Алиса Фрейдвиг. Вот скажите мне, как вы думаете? Заходите. Как вы думаете, у меня такой вопрос, вот честно, вот похож был Меркофф на типичного тогда офисного работника, дурократического какого-то? Был похож? Да. Правда? А Фрейдвиг, была она похожа на то время на начальниц таких? Я все время говорю, это училка или завуч какая-то? Знаете, такая. Ну, когда говорили Мымра, похожа была, правда? То есть она прям прожила классную эту роль, то есть хороший актер. Но, представьте себе, когда человек берет вот такую вот роль и пытается ее сыграть, при этом не имея вообще ни подготовки, ничего. Как вы думаете, получится у этого человека или нет? Вообще этого не получается. Это проблема. Даже есть такой специальный предмет, вот на курсах актерского мастерства, называется работа с камерой. Это когда человек просто, он должен делать так, ну, на самом деле даже есть большая проблема. Люди, когда вот возле камеры, часто мы подсознательно, мы поворачиваемся к ней боком. Почему? Все люди хотят уйти от камеры. Они пытаются камеру убрать из своего поля зрения. И бессознательно мы все время это делаем. В результате, что человек видит? Человек видит часть уха и затылок. Так вот, у них просто их учат того, что ты должен смотреть на камеру, но не замечать ее. Мы этого не можем делать. Вот, если бы провести эксперимент, поставить сейчас перед вами камеру, вы бы сели вот так все сразу. Заикались. Ну, не заикались, но сели бы вот так все. Почему? Потому что это подсознательно, вы не можете, вы воспринимаете камеру как некий чужеродный предмет. Это я просто такой параллель пока провожу. Почему? Когда в семье, друзья, мы пытаемся сыграть вот эти вот роли, о которых мы будем говорить, и если мы не привыкли к этому, у нас это будет получаться очень коряво, и единственное, что захочется сказать, это не верю. То есть, эта роль, она не будет иметь свойственных, она не будет выполнять каких-то функций, которые хотелось бы или нужно было бы выполнять. Итак, идем дальше. Говоря о роли супруга в семье, мы понимаем роль как раз как возвращение изначальному образом созданному Богом для семьи. Давайте я скажу вам одну такую простую очень истину. И мужчина, и женщина, мы уже говорили, да, что мы отталкиваемся от христианской, то есть от теории креативизма, о том, чтобы мы были сотворены. Так вот, в христианском понимании брака, мужчина и женщина, они создают брак, взаимно дополняя друг друга. То есть, когда два человека, обладая наделенными им, ну, определенными функциями, они взаимно дополняют, из этого может получиться нечто хорошее. Ну, к примеру, как вы считаете, дети это хорошо или нет? Неплохо. Вопрос, у кого рождаются дети? У женщин или у мужчин? У опоры. У опоры вообще, да. Потому что без участия и тех, и тех дети не появляются на свет. Так вот, поймите, семья, это вот некое такое место, где должны соединиться, соединиться две роли. Почему мы помним этот фильм «Служебный роман»? Да потому что в нем был не только Мехаков играл роль, а еще кто был? И Фрейнгрих, и те, и те, и все вместе, вся эта группа актеров, она в совокупности и создала это непередаваемое действо, которое по сей день люди смотрят, нравится и так далее, и так подобное, не надоедает. Так вот, точно так же в семье. Поймите, у каждого из этих людей, у него, у нее, у него есть его роли, у нее есть ее роль. И только в совокупности, когда они, каждый, придерживаются этих ролей, получается то, что мы называем семья. А если только он выполняет эту функцию, или только она, то общего не получается, к сожалению. Вот так было создано. Мы сейчас об этом с вами в конце, ну мы будем говорить, а в конце вы подытожите, и вы поймете, что это действительно так. Итак, идем дальше. У мужчины есть его роли, которые раскрывают его функцию в семье, и приносят в нее божью полноту и радость. У женщины есть ее роли в семье, которые раскрывают ее функцию в семье, и через нее приносят туда божью полноту и радость. То есть, только вместе, еще раз повторюсь, только вместе, это командная работа, тимворк, знаете, да? Это командная работа, то есть, семья это командная работа, и если в семье нет командной работы, если там есть одна звезда, то семьи, к сожалению, не получается. Как вы думаете, к примеру, если взять, например, на поле поставить, выбрать самых классных, современных звезд, например, возьмем футбола, европейского футбола, и взять команду, например, Барселона, как вы думаете, по-моему, мужчины, кто выиграл бы? Барселона. Почему? Потому что у них команда. А там звезды. То есть, поймите, когда есть одна звезда в семье, то есть, только один кто-то выполняет, то не получается командная работа. Еще раз повторюсь, семья это командная работа. В семье не может быть кто-то лучше, кто-то хуже. В семье задача сделать так, чтобы оба человека выполняли вполне свои функции, свои роли. И если один из двух не выполняет свои функции, если один из двух решил свою роль, если он решил просто, знаете, так, ну, как бы ты же хорошо выполняешь, ну, нормально, прокатит и так, ничего не получится. Семьи не получается. Да, некое время этот процесс будет продолжаться. Понакатанное, там, где-то на эмоциях он будет еще идти. Но через 5-6 лет он развалится успешно. Только при условии, то есть, каждый из них, каждый, и мужчина, и женщина, мы вносим в семью своими ролями нечто, без чего семья не получается. И когда мы будем раскрывать каждую из этих ролей сегодня, я думаю, что мы с вами это увидим и поймем. Поехали. Итак, что же это за роли? У мужчины есть 5 основных ролей. 5 основных ролей. То есть, это 5 ролей, которые придется играть мужчине, причем не первый год жизни, не второй, не третий, не четвертый. Всю жизнь, каждый год, каждый день, каждое мгновение, каждый отпуск не играет роли. Каждый день вам придется проживать эти роли. Все мужчины. Что это за роли? Первое – отец. Второе – глава. Третье – священник. Четвертое – обеспечитель. Пятое – защитник. Я более чем уверен, что все эти названия, они вам ничего не говорят, или же говорят вам ваши какие-то представления об этом вопросе. Но я хочу попробовать вам сегодня раскрыть, почему, точнее, попробовать раскрыть, что же это за роль, раз. И второе – чтобы вы поняли, почему эти роли все же важны. Я вам хочу сказать, ни одна из этих ролей, то есть, если ее убрать из семьи, то в принципе семья получается, простите, но какая-то недоделанная немножко выйдет. Неполноценная, но я бы сказал, недоделанная. Вот так. Недо семья. У женщины есть свои роли. Помощник или соратник. Вторая – хозяйка дома. Третья – создатель атмосферы в семье. И четвертая – мать. Вроде бы, знаете, на одну меньше, но поверьте, нагрузка чуток больше. Почему? Вы поймете. Психологически очень сложно выполнить, на самом деле, не то чтобы женщине, скорее, тяжело выполнить эти функции, вот эти роли. Ну, давайте будем подробно говорить о каждой из них. Поехали. Итак, в совокупности и выполнении каждого из супругов эти роли приводят семью в потрясающее состояние, где нахождение в семье доставляет радость, удовольствие, даже в моменты вызовов и трудностей. Давайте рассмотрим эти роли в деталях. Мужчина. Первая глава. Можно назад прыгнуть, пожалуйста? Итак, давайте попробуем сейчас, секундочку, давайте попробуем разобраться. У меня вопрос к мужчинам. Как вы думаете, что, по-вашему, означает мужчина – глава семьи? Вы все согласны, что это так? Должен быть, правильно? Да или нет? Мужчина – не да. Вы как-то сидели так, знаете? Да, да, да. Не, потому что я сейчас женщинам переадресую этот вопрос, и они точно ответят вам. Просто не удивляйтесь, если они скажут, что это нет, женщина должна быть главой. Как у меня жена говорит, старшим в доме должен быть кто-то одна. Друзья, еще раз. Мужчина должен быть главой в доме или нет? Да. Да или нет? Да. Вопрос. Что вы понимаете под словом «глава семьи»? Что для вас означает быть главой семьи? Принятие решений. Принятие решений. Отлично. Вы хотите, я вас сейчас шокирую просто на ура? Вы не замужем, да? Да. Можете принимать самостоятельное решение? Не замужем. Не замужем. Можешь принимать самостоятельное решение? Не замужем? Можешь принимать самостоятельное решение? Можете принимать решение? Можете? Шок. Слушайте, женщины могут самостоятельно принимать решения. И скажу вам честно, вы им для этого вообще не нужны. Значит первый пролетел. Второй вариант. Что значит быть главой? Должен быть главой мужчина? Должен. Брать ответственность. Брать ответственность. Менчину за семью. За семью. Шокирую сейчас это видео. Вы можете взять за себя ответственность? Они и без вас несут ответственность. Более того, в 80% случаев, когда мужчина уходит из семьи, даже 90-95, ребенок остается с мамой, она все равно несет ответственность. Даже если он свинтил, она несет ответственность. Женщины, я вам скажу честно, они больше способны нести ответственность. Следующий вариант рассматривать. Что значит быть главой? Не-не-не, секундочку, это я мужчину спрашиваю. У вас будет ваша, не переживайте. Что значит быть главой? Вот представьте, представьте себе, надо быть главой, а что это такое? Я не знаю. У вас получится сыграть такую роль? Представьте, вам дают, знаете, такой сценарий. Бюджетный фильм, такой классный, большой бюджет. Я вам даю сценарий, здесь написано, а здесь играете роль вы. А что вы играете, какие слова вы не знаете. Вы приходите на площадку, все что-то играют, вы стоите, а что делать? Вот именно так и происходит в семье, все мужчины. А может быть мужчины в семье, но главой семье это значит вот так сделать вовремя? В нужный момент. В нужный момент. Нет, тоже не вариант. Что ж, давайте рассмотрим, что значит такое, кто такой глава вообще-то. Итак, глава. Быть главой это означает быть тем, кто принимает окончательное решение, внимание, от которого зависит будущее. То есть это решение, которое ориентировано на будущее. То есть это не решение такого плана, я сказал, так и будет. Нет. Это решение, которое вы приняли, и вы должны понимать, что спустя 10, 15, 20, 25 лет за это решение ответственность несете кто? Вы. То есть это решение должно быть дальновидным. Дальновидным. Это решение должно быть, знаете, такое вот, например, собираете вы там на отпуск деньги. А потом, знаете, сидите и думаете, а давай я пойду себе куплю спиклинг сейчас, класс, или мотор в моторную лодку. Ну, слушай, нужно. Все. Пошел купил. Перепонял. Все. 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 Субтитры сделал DimaTorzok